Это планета Земля, наш дом, где живет каждый знакомый вам человек, каждый, кто когда-либо существовал. Полетать в космосе, увидеть скелет настоящего рязанского мамонта-яхонта и мысленно прогуляться по центральным улицам нашего города. Все это теперь возможно в новом музейном центре на улице Соборной. На строительство этого здания потратили более 176 миллионов рублей из федерального бюджета. Губернатор Павел Малков назвал музей интересным местом с огромными возможностями. Получилось серьезное экземплярное большое здание, больше 20 тысяч квадратных метров. Просторные выставочные залы, есть планетарные коллаборатории, есть детские центры, библиотека, кафешка, сувенирные лавочки. Есть многофункциональный зал, который можно раз на мероприятиях проводить. Фонд охранительщик выключил строя. Современное мультимедийное оборудование установлено. Я думаю, что все гости, все посетители точно под основной стоимости вот этот новый музей, в принципе, новый, который у нас в основном регионе, очень дорогой. Познавательный досуг в музейном центре будет интересен посетителям любого возраста. Все залы здесь оборудованы интерактивными экранами, где можно в подробностях прочитать информацию об экспонате. До нашей эры вне земли среда обитания. Узнать историю человечества можно буквально с начала времен. Мне очень радостно, что мы открыли 20-го, а с выставочным проектом 25-го открыли с детских новогодних елок. Это важно. Потому что здесь постоянная экспозиция очень жаль. Мы сейчас прошли, и те, кто-нибудь еще пройдет. Но очень жаль, и точно будут интересны дети. Потому что не только артефакты, предметы находятся, звуки, какие-то дополненные реальности, живые деревья и так далее. На втором этаже представлены выставочные залы, где экспозиции будут периодически менять. Один из таких проектов посвящен истории развития Российской империи. Более ста предметов быта познакомят посетителей с устоями общественной и частной жизни представителей разных сословий того времени. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».